Друзья, всем привет! С вами Алексей, вы на канале Донная Ловля. В этом году Минсельхоз планирует запретить рыболовам вылов обычной платвы. Подробнее в этом видео. Уже не за горами сезон открытой воды. Для рыболовов это всегда долгожданное время. Позади долгая зима, морозы и пасмурное небо. Впереди любимое занятие, полное ожиданий, успехов и адреналина. Раньше всех весна наступает в дельте Волги в Астраханской области. Уже в апреле температура воздуха там будет достигать плюс 25 градусов. Поэтому уже в конце марта со всех уголков нашей страны в дельту Волги начнут стекаться все, кому очень хочется отдыха, тепла и летней рыбалки. Одной из самых желанных рыб в Астрахани всегда была вобла. И чего греха таить. Некоторые рыболовы вывозили ее оттуда бочками и мешками. Не говоря уже про промысловиков, вылавливающих астраханскую воблу в масштабах промышленных и поставляющих ее по всей стране в различные магазины огромными количествами. Уж слишком много у нас в стране желающих отведать вяленую воблачку с пенным напитком. Но в этом году любителям воблы придется забыть о любимой рыбе. По данным Росрыболовства популяция воблы в Астраханской области сократилась более чем в два раза. А ее вылов сократился аж в шесть раз. Стоит заметить, что помимо рыболовов и промысловиков, есть еще одна, на мой взгляд, очень важная проблема. Она заключается в паводках, вызванных сбросами волжской ГЭС. Последние несколько лет энергетики волжской ГЭС сбрасывают воду на своих условиях, вообще не ориентируясь на рыбохозяйственную деятельность. Сроки и объемы половодья расходятся с естественным графиком нереста рыбы. Проще говоря, малькам весной необходим такой уровень воды, чтобы они, вылупившись в разливах, созрели и успели скатиться в основное речное русло. Но в последнее время бывает так, что уровень воды падает как раз в тот момент, когда малек еще не скатился в русло. И малек, естественно, остается в изолированном водоеме, а после высыхания этого водоема, естественно, погибает. И вот когда ситуация с Воблой стала совсем критической, власти начали наконец-то принимать меры. Эти меры коснулись рыболовов и промысловиков, но почему-то никак не коснулись волжской ГЭС. В прошлом, в 2023 году, были введены ограничения на вылов Воблы. Но данная мера не сработала, поэтому с мая 2023 года вылов Воблы в Астрахани запретили полностью. В этом году Минсельхоз планирует оставить этот запрет вплоть до конца этого 2024 года. Приказ об этом уже проходит обсуждение в правительстве Российской Федерации. Он еще не утвержден, но лично у меня не вызывает никаких сомнений, что его примут. Конечно, подобный запрет будет, мягко говоря, непривычен для тысяч рыболовов, которых Волга не только кормила, но и дарила положительные эмоции. От занятия любимым делом. Но в целом, на первый взгляд, может показаться, что это верное и правильное решение, чтобы защитить Астраханскую Воблу и дать ей спокойно отнереститься. Если бы не одно «но». В законопроекте есть время вылова, когда вылов Воблы все-таки будет разрешен. Составит он всего 10 дней, с 20 по 30 апреля. А теперь давайте вместе представим, что в этот короткий срок времени будет происходить. Все промесловики, получившие квоты на вылов, будут максимально пользоваться данным окном. Впрочем, точно так же поступят и рыболовы-любители. Коих в данный момент на берегах Астраханской области будут тысячи, а то и десятки тысяч. Уверен, что рыбнадзору проследить в этот период такое количество рыболовов будет просто не под силу. А значит, именно в эти дни активизируются еще и браконьеры. Для тех, кому главное заработать, никакие запреты и ограничительные меры не преграда. Вобла в эти дни будет просто изыматься из водоемов. А при чем здесь платва, спросите вы? В названии ролика говорится о платве, а речь в нем идет о Вобле. Дело в том, что в этом законопроекте есть любопытный момент, который на фоне основной новости не сразу бросается в глаза. Суть его заключается в запрете на промышленное и любительское рыболовство платвы в семи регионах Астраханской области. Для меня совершенно очевидно, что вобла и платва – это та же самая рыба. Просто со своими особенностями и более высокими вкусовыми качествами из-за того, что нагуливается в море. Но все же их различают и считают разными видами. Обычная платва считается чуть ли не сорным видом, а вот вобла – это ценный промысловый вид. Зачем же запретили вылов обычной платвы, которых пока в водоемах Астраханской области еще достаточно много? На мой взгляд, это делается, чтобы избежать путаницы и различных махинаций. Повторюсь, вобла – это просто один из многочисленных видов платвы. И отличить их в сушеном виде будет непросто даже инспектору Росрыболовства. Поэтому, на мой взгляд, и решили запретить всю платву скопом. Таким образом, будет проще контролировать как промышленный вылов, так и многочисленных рыболовов. А вот весенние сбросы Волжской ГЭС Минсельхоз по-прежнему оставил без внимания. Как вы думаете, почему и вообще, что вы думаете о запрете воблы, ловле воблы и платвы в Астраханской области? Жду ваше мнение в комментариях. Всем пока!